Всем привет! Меня зовут Вячеслав и вы на канале Товар из Китая. Сегодня будем обозревать этот смартфон, бюджетник от фирмы Oskal, Oskal C70. И как раз сейчас на Алиэкспресс проходит золотая распродажа, где его можно будет купить чуть больше, чем 91 доллар. Это примерно чуть больше 8 тысяч рублей. Что мы имеем за эту сумму? 6,128 по памяти, батарейка 5180 мАч, процессор Unisoc T606, 6,6 диагональ дисплея с поддержкой 90 Гц и 50 Мп основная камера. Итак, давайте приступать к обзору этого бюджетника. Вначале давайте распакуем этот новенький аппаратик. Да, у нас тут написано 10 гигабайт оперативной памяти, но это, конечно, с расширением 6 плюс 4. Ну и давайте вначале его вскроем. Итак, первый раз открываем коробку. Ух ты! Сразу выпадает стекло. Да, защитное стекло на экран. Спасибо за такой бонус. Так, вот наш смартфон транспортировочной пленки. Повторяются характеристики, оскал. И сразу у нас чехол защитный одет. Давайте снимем, посмотрим. Ух ты, такой затемненный. А смартфон у нас в темно-сером цвете. Все ссылки, где заказывал, будут под этим видео. Пока отложим и посмотрим еще у нас, что в комплекте. Иголка, вижу для извлечения, сим-слота. Ну и юзер-мануал от фирмы Оскал. Хорошо. Так, зарядка брендированная. У нас 10 ватт. Не, о какой быстрой зарядке, конечно, в бюджетнике и речи быть не может. Ну хорошо, что европейская вилка. Ну и кабель синхронизации с компьютером. USB, да, Type-C. Отлично. Это что касается комплектации. Ну а мы, друзья, переходим к самому смартфону. Как вы поняли, он полностью пластиковый. Но это пластик не глянцевый, а матовый, который не собирает отпечатки пальцев. Логотип Оскал. Двойная камера. Основная у нас модуль на 50 мегапикселей и 2-х мегапиксельный модуль глубины. Вспышка. Ну и здесь надпись 50 мегапикселей. Так, с правой стороны у нас кнопка включения и качеля громкости. Она же сканер отпечатка пальцев. Сверху нет ничего. С этой стороны у нас слот. Давайте сразу его проверим. Так. Две nano-SIM карты или nano-SIM карта и карта памяти. Так называемый гибридный слот. Хорошо. Снизу расположился мультимедийный динамик, порт Type-C, микрофон и 3,5 мм аудиоразъем. Сверху у нас в виде капли расположилась фронтальная камера на 8 мегапикселей. Из завода у нас нет. Я не вижу. Пленка не наклеена. Давайте делать первое включение и приступим к нашему обзору. Пока смартфон загружается, хочется сказать, что сейчас на Али проходит распродажа. Все цены и ссылки будут в описании под видео. Друзья, я уже какое-то время пользовался этим смартфоном. Немножко его протестировал, поснимал уже на него. И сейчас хочу вам показать результаты тестов в этом обзоре. Ну, сразу скажу, по работе системы у меня нет никаких нареканий. Все здесь работает замечательно. Шторка задач. Свайпом вверх все установленные приложения на смартфон. Все летает. Экран 90 Гц здесь. И это, конечно, класс для бюджетника с такой ценовой категорией. Давайте зайдем в настройки и немножечко посмотрим. Как видите, корректно переведено все на русский язык. Начнем с экрана. Так, есть темная тема. Ночная подсветка. Размер шрифта. Можно время отключения экрана выставить. И вот самая последняя строка. Плавный экран. Это как раз и есть частота обновления. Приходят уведомления, как видите. Высокий. До 90 Гц. Более плавное изображение. Оставим на 90 Гц. Обои и персонализация. Смотрите, какие красивые обои установлены. Я не хочу их менять. Можно поиграться со значками, с темами. Дальше. Звук. Давайте послушаем звук рингтона. Ну, стандарт. Громкость полная. Да, друзья, динамик здесь один. Достаточно громкий звонок и уведомления. 100% не пропустите. Хорошо. Поехали дальше. Так, жесты, приложения, уведомления, безопасность о телефоне. Название. Позиционирует его как C70. 12-й Android у нас. DocOS 3.1. Фирменная оболочка. Восьмиядерный процессор. Unisoc T606. 6 ГБ оперативной памяти. И 128 накопитель. Накопитель. Экран у нас HD+, 720 на 1612 пикселей. Основная камера 50 Мп, фронталка 8 Мп. Это все, что нужно знать о телефоне. Прилетело обновление. Я обновился. И это уже хорошо. Что вам здесь показать, друзья, еще? Ну, а это яркость экрана при солнечном свете. Смотрите, все читаемо. Хорошая IPS-матрица. Сеть. Смартфон ловит хорошо. 4G LTE поддерживается. Как звонилка. Я сделал тестовый звонок. И вы видите, запись разговоров здесь, к сожалению, не поддерживается. Вот абонент снял трубку и никакой записи разговоров. Да, звонилка здесь гугловская, но бенды 3, 7 и 20 в смартфоне поддерживаются. По железу. Смартфон работает на процессоре Unisoc T606. Это восьмиядерный процессор с максимальной частотой 1,6 ГГц. Графический видеоускоритель Mali G57. Как я уже сказал, HD+, разрешение экрана, 269 ppi, плотность пикселей, 90 Гц, частота обновления. 6, 128 у меня по памяти. Bluetooth 5.1. К сожалению, модуль NFC сюда не установили. Это, конечно же, минус. Система позиционирует его как Oskal C70, Android 12. И последний патч безопасности май 23 года. Батарея. Батарея на 5180 мАч. Батарея честная. Вам будет хватать в среднем на полторы-двое суток этого смартфона. В тесте Antutu наш бюджетник набрал 269 тысяч баллов. Все результаты теста перед вами. Смартфон фактически не греется. И за момент теста батарея разрядилась на 3%. Тест мультитач, друзья, здесь 10 касаний. Ну а вот перед вами показания троттлинг теста. Все результаты перед вами. Как видите, график полностью зеленый. Это означает, что троттлинга фактически нет. Средний показатель 140 гипс. И смартфон нагрелся на 40,5 градусов. Это, я считаю, нормальный результат. Ну а вот перед вами результаты GPS теста. Я вышел на улицу и замерил GPS тест. Как GPS-навигатор, как видите, его можно использовать. Ну а вот показатели Wi-Fi модуля. Скорость на скачивание и скорость на загрузку. Ну а как себя ведет смартфон в играх? Я загрузил не сильно требовательную игру Subway Shurf. Ну и посмотрите, как ведет себя смартфон в играх. В принципе, не сильно требовательные игрушки. Можно и погонять. Ну вот так. Как видите, игра идет на хорошей скорости. Без всяких подвисаний, микрофризов и лагов. Так что на засуге можно и погонять. Ну а что у нас по камере? Основной модуль камеры, я уже сказал, на 50 мегапикселей с апертурой f1.8. И 2-мегапиксельный вспомогательный модуль глубины. Фронталка у нас на 8 мегапикселей снимает соответственно. И вот, я зайду в интерфейс камеры. Режим 50 мегапикселей у нас есть. Видео снимает максимально Full HD 30 кадров в секунду. Есть стабилизация. Можно переходить в двукратный зум. Фото. Портретный режим. Режим Pro. И режим еще, где есть панорамная съемка, таймлэпс, макро и ночная съемка. Ну и давайте сделаем тестовое фото на этот аппарат. Для теста, как обычно, я взял монету в 2 лари. Есть. Ну и двукратный зум. Есть. Ну и тестовое фронтальное фото. Тоже есть. Ну а как он снимает видео? Посмотрите, пожалуйста, тестовое видео. Тестовое видео на Oskal C70. Я иду. Качество стабилизации оцените. Как вам звук? 1, 2, 3, 4, 5. Oskal C70. Проверка автофокуса. Ну, фокусируйся. Еще раз автофокус. Автофокус медленный, как видите. Ну а это, тестирую фронтальную камеру Oskal C70. Как вам звук? Как картинка? Снимаю Full HD. 30 кадров в секунду. 1, 2, 3, 4, 5. Всем привет. Почитаю ваши комментарии. Подводя итог, друзья, хочу сказать вам, что смартфон по соотношению цена-качество мне понравился. За 90 долларов мы получаем хороший объем памяти, неплохая батарея, камера, как за свою цену, отличная, 4G LTE снимает. Ну, единственное, чего здесь нету, это ему не хватает NFC. Ну, а покупать вам этот смартфон или нет, как рабочую лошадку, это вы решаете сами. А с вами был Вячеслав. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok